Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь 4. Алкоголь и бытовая преступность в центре нашего внимания сегодня. 80% от общего количества всех преступлений в быту происходят по причине злоупотребления спиртными напитками. Добавьте к ним хулиганство, грабежи, разбои, кражи, угоны транспортных средств, истязания, мошенничество, порчу имущества, причинение тяжких телесных повреждений, убийство и угрозу убийством. И перед вами полная палитра противоправных деяний, на которые способен пьяный человек. Конечно, нельзя списываться с щитов и любителей нетрезвой езды. Пьяный за рулем – это потенциальный убийца. Однако сегодня мы поговорим о тех преступлениях, которые совершаются в состоянии беспамятства или абсолютного хмельного забвения. Алкоголь редко служит причиной таким преступлениям, но часто является для них идеальным условием. В последние годы количество преступлений, которые жители нашей области совершают на нетрезвую голову, с переменным успехом то снижается, то снова растет. Не сравнить, конечно, с нулевыми и 90-ми, тогда были побиты все рекорды, но уровень алкоголизации населения – проблема как для органов исполнительной власти, так и для общества в целом. В материальном выражении ущерб от чрезмерного употребления спиртного исчисляется сотнями тысяч рублей. Не меньше государство тратит на устранение последствий преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Не понимают люди, как нож очутился в руках, чего этим ножом махали, отмахивались. То есть они считают, что просто на каком-то расстоянии метра от человека махали, а фактически приносят ножевые ранения, режут руки, грудь или наносят удар этим ножом в жизненно важные органы. Пьяному море по колено. Ведь под воздействием большой дозы алкоголя мозг просто утрачивает способность анализировать происходящее. Человек перестает давать оценку своим поступкам. При повышении концентрации тела спирта в крови они становятся легко ранимыми, повышенно возбудимыми. Они обращают внимание на абсолютно малозначительные какие-то нюансы. Они пытаются эти моменты, которые, по их мнению, их задевают, гипертрофировать. Естественно, у них возникает повышенная агрессивность. «Украл, выпил в тюрьму» – это крылатая фраза из кинофильма «Джентльменной удачи», как нельзя точно описывает образ жизни Павла, который еще в недавнем прошлом страдал от чрезмерной любви к спиртному. Только про него корректнее было бы сказать – выпил, угнал и за решетку. Этот мужчина три раза попадал в тюрьму за угон автотранспорта. Как только брался за стакан, его всегда тянуло за руль, причем не за свой. Первую машину угнал еще в 14 лет у мужа, сестры, своего друга. Вместе с товарищем решил развеяться после хмельного застолья. Когда нас уже начали искать, мы уже разбились. Машина вся в сметку. От машины вообще ничего не осталось. Ну и что? Пошли убегать. Побегали бы месяц. Ну, поймали нас. Три с половиной года на нарах и потом еще 10 лет в завязке. Несмотря на то, что в местах не столь отдаленных Павел только усовершенствовал навыки профессионального угона, вскрывать чужие машины мужчина долгое время боялся. Взять вверх над понятным чувством страха снова помог алкоголь. А вот когда вот выпью стакан, где-нибудь в городе находишься, там, видишь, что эти машины ездят, хочется самому сесть и доехать, либо до дома, там. Ну, как-то с комфортом. Третьей угнанной машиной Павла стала, как и прежде, модель автоваза «девятка». Причем сначала мужчина и его друзья слили из нее бензин, а потом решили, что можно и покататься. Павел вспоминает, что сам был инициатором этого заезда. Как будто неведомая сила толкала его на преступление. А желание покрасоваться перед товарищами, подогретой алкоголем, окончательно затуманило рассудок. Он катался всю ночь и, остановившись в Гомеле на одной из улиц, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Изъятая запись послужила доказательством вины угонщика. Когда лихой угонщик в третий раз оказался за решеткой, он понял, что с алкоголем надо завязывать. Ведь жизнь проходит в каких-то бессмысленных попойках, сумасбродных шатаниях и нежелании задаться целью. Лучше этого не делать. Все равно найдут. Как бы это ни было, все равно это все найдется. Год, два, оно все равно раскроется. Уже давно доказано, что алкоголь влияет на людей по-разному. Кому-то хочется свернуть горы, кто-то просто пытается найти тихий угол. У каждого реакция своя. Если спиртного выпито много, она может оказаться непредсказуемой. Осенью этого года Гомельскую область, да и в целом страну, захлестнули преступления, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения. И в подавляющем большинстве случаев это была жесткая бытовуха. Выражаясь официальным языком, противоправные действия, направленные на лишение жизни и причинение вреда здоровью. Большинство злодеяний произошло из-за внезапных вспышек гнева в процессе распития спиртного или словесных конфликтов. Но были и те, у которых имелся мотив. А обстоятельства указывали на тщательную подготовку, преступление и наличие циничного плана. Так, из деревни Шарпиловка Гомельского района в октябре 2016-го пришла новость, которая глубоко потрясла каждого. Во дворе собственного дома была убита сельская учительница. Женщину со множественными ножевыми ранениями на теле обнаружил ее муж. Он вышел на улицу и увидел ужасающую картину. Его супруга Татьяна лежала на земле, а на одежде в руках была кровь. Более 17 ножевых проникающих резаных ранений – заключение экспертов. Убийца был безжалостен к жертве. Следователи поначалу, как и положено, подозревали мужа погибшей. Однако, ввиду того, что он частично парализован, эта версия не выдержала критики. Впрочем, вскоре был найден и настоящий убийца. Им оказался 17-летний подросток, сосед и друг погибший. Он часто бывал в этом доме и даже успел стать нежеланным гостем. Он украл скутер у нее и болгарку. Она поехала в милицию, говорит, ну что жизнь упортить, еще молодой. Так наоборот же не посадила. А за что тогда, получается, у нее это? Потому что вот хорошее было, не посадила. Посадила, все были бы целы. Евгений не может сдержать слез. Говорит, в тот злополучный вечер он был дома. Но ничего подозрительного не слышал. Принял лекарство и рано лег спать. Проснулся. Вот ее нету, ее не обнаружил. Пошел в туалет. Он подумал, что она сделала укол и поехала на работу. Но когда он вышел во двор, он ее обнаружил. Никто из друзей и соседей не верил в то, что произошло. О погибшей учительнице все отзывались хорошо, трудолюбивая, добрая и бескорыстная. За что? Никто не понимает до сих пор. Обвиняемый говорит, что ничего не помнит из-за того, что накануне убийства выпил бутылку водки. Однако в такую версию не верит никто и даже следствие. Калитка была закрыта изнутри, а собака выгнана со двора на улицу. Мотивом убийства могла стать обида или нежелание подросткам отдавать давний долг. Как говорит Евгений, парень не хотел возвращать деньги за украденный у них электроинструмент. В мотивах и обстоятельствах убийства сейчас разбираются следователи. В причастности задержанного к преступлению сомнений нет. Подросток хоть и был пьян, но ценный для него нож после убийства не выбросил, спрятал дома в шкафу. Жизнь человека он оценил не больше, чем в 60 белорусских рублей. Теперь пристанет за это перед судом. Правда, как несовершеннолетнему ему грозит максимально лишь до 12 лет лишения свободы. Умный пьет, пока не станет хорошо, дурак, пока не станет плохо, гласит восточная мудрость. Но что эти тонкости нашему человеку? Все равно, что зайцу красная тряпка. Эффект не достигнут, пока не проберет как следует. А там будь что будет, хоть пожар. Кстати, именно по этой причине случаи возгорания чаще всего и происходят. Из года в год работники МЧС трудятся над тем, чтобы свести количество этих ситуаций к нолю. Но достучаться до каждого все равно не получается. Субектам профилактики удалось лишь снизить количество происходящих по этой причине пожаров до минимального уровня. Аналогичные усилия проделаны и сотрудниками правопорядка. В течение последних трех лет показатели по таким преступлениям меняются незначительно. Для начала немного статистики. За 10 месяцев текущего года в Гомельской области произошло 2190 преступлений, совершенных людьми, которые находились в нетрезвом состоянии. В относительных показателях к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 5%. Рост правонарушений был зафиксирован в Железнодорожном и Новобелецком районах областного центра, а также Жлобинском, Ветковском, Добружском, Калинковическом и Лоевском районах Гомельской области. Чаще всего в состоянии алкогольного опьянения людьми совершались кражи, хулиганства, грабежи, осуществлялись угрозы убийством и наносились людям тяжкие телесные повреждения. Проблема чрезмерного употребления алкоголя и влияние этого фактора на криминогенную обстановку в стране прямо пропорциональна степени алкоголизации населения. Сегодня в регионе на учете в Гомельском областном наркологическом диспансере состоит порядка 25 тысяч человек, страдающих хроническим алкоголизмом. Причем более чем у половины из этого количества людей случался алкогольный психоз. В 2015 году Гомельская область лидировала во всей республике. Там более 52 тысяч правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Это на миллион четыреста с небольшим населением нашей области. Негативное воздействие алкоголя на организм человека начинается сразу после его употребления. Весь вопрос в том, какая доза этилового спирта поступила в кровь. Если она огромная, то мозг полностью лишается кислорода, в результате чего может наступить гипоксия, то есть кислородное голодание. Токсическое воздействие этилового спирта на организм будет развиваться таким образом, что может, скажем так, привести к развитию отека мозга. Особенно подвержен негативному влиянию алкоголя молодой человеческий организм. Поэтому соответствующие службы строго следят за тем, чтобы в розничной торговой сети дети младше 18 лет не продавали спиртные напитки. Не меньше правоохранителей уделяют внимание и проблеме самогоноварения и реализации самопальной алкогольной продукции на селе. В текущем году в данный момент уже изъято более 65 тысяч литров самогонной браги и более 27 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Большим заблуждением является и тот факт, что дешевый не сертифицированный алкоголь не представляет вреда для здоровья. Как правило, такая продукция попадает в нашу страну из России, где производится в сомнительных условиях и чаще всего с нарушением технологических норм. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования. Доступность данного вида продукции, скажем, она более дешевле где-то, чем в магазине, приводит, скажем, к соответствующим негативным последствиям. За перевозку, реализацию и изготовление не сертифицированной спиртосодержащей продукции в Беларуси сегодня предусмотрены немалые штрафы – 50 до 100 базовых величин. А повторность нарушения может повлечь уголовное преследование. Уже давно подсчитано, что экономическая выгода от реализации алкоголя в стране не покрывает затраты государства на устранение последствий преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения. Пьющие люди не желают работать и бесполезны для общества. В Беларуси проживает более 120 тысяч человек, которые страдают от алкогольной зависимости, и на их лечение государство выделяет немалое количество денег. А если учесть, что пристрастие к крепким напиткам часто становится причиной гибели людей, трагедий в семье и условием для ухудшения генофонда нации, то проблема приобретает масштабное и чрезвычайно важное значение, с которым можно справиться только лишь заботясь о себе и будущем своих детей. Не всегда алкоголизм ведет к совершению преступления. Некоторым людям, чтобы пойти на дело, достаточно одной рюмки. Особенно в состоянии алкогольного опьянения на подвиги тянет молодежь. И здесь очень важно подросткам прививать правильное отношение к алкогольным напиткам. Ведь когда их действие на организм проходит, заканчивается ощущение эйфории. И в этот момент важно, чтобы не появилось чувство отвращения к самому себе, а реальная жизнь не оказалась вне закона. Пусть ваша личная ситуация всегда будет оставаться нормальной и никогда чрезвычайной. До встречи!